Женщине сколько раз нужно сказать, чтобы она поняла? Один? Как? Правильно, один. Как? Недостаточно по-доброму даже. Даже недостаточно с любовью. Мужчины, значит, не знаете, как надо жене правду объяснять. А? А? Без эмоций, по-доброму, смиренно и не про нее. Вот не про нее самое главное. Я, допустим, жене говорю, вот меня попросили проконсультировать. Мужчина один спрашивает, что делать, если женщина не хочет убираться на кухне? Я говорю, я не знаю, спрошу у своей жены. Прихожу, говорю, слушай, говорю, пожалуйста, скажи мне, что мужчине делать, если женщина на кухне убираться не хочет? Она мне говорит, ясно, что делать, сам уберись. И уходит. Но она все поняла. Если я очень смиренно попросил, на следующий день чистота в квартире. Все блестит. Если ты по-доброму сказал, она не признается, что она как бы поняла. Но она поняла. Женщина сразу понимает, если ты правильно, все очень мягко, по-доброму, нежно, не про нее. Сказал, она все поняла. Если про нее, даже мягко, нежно и по-нежному, и по-доброму, она отфутболит твою правду тебе назад всегда. А ты сам-то. Значит, неправильно сказал. Мужчине, как надо говорить, прямо, по-доброму, мягко. Но надо говорить так, как будто бы для вас это никакого значения не имеет. Допустим, вы ему говорите, так важно носки класть в одно место, чтобы я могла их находить. Актуальный вопрос, да, женщины? Очень актуальный. Но надо вам так говорить, как будто для вас это не имеет никакого значения. Для вас сильно значение имеет. А надо говорить, как будто, между прочим, так. И много-много раз. Где-то на 10-й раз мужчина думает, что, наверное, это как-то ее интересует, волнует, потому что уже 10 раз сказала. Где-то на 20-й он начинает чувствовать, что он не отвертится, что придется думать об этом, а ему не хочется. Ему он погружен же в дела, а не в носки. Где-то на 30-й он начинает себя ловить на том, что он носки бросает на кухню. Ловить себя на этом начинает. И где-то на 40-й он начинает уже пытаться класть на место. Очень сложный процесс у мужчины. Ну, как бы, его обратить внимание на порядок, на чистоту очень сложно, потому что его внимание сфокусировано на... У нас был такой случай, мы кушаем вместе, да? И моего помощника, ну, как бы, вернее, организатора всего этого фестиваля, Олега спросили. Девушка спросила во время еды. И мы дальше едим. И он потом, ну, вопрос задал. Все слышали, как бы, этот вопрос, кроме него. Потому что он ел в это время. А вам же в театре, да, показывали, что мужчина, если он что-то делает, он другое не слышит, ничего не понимает. Я так смеялся, я увидел прямо на практике этот момент. Ну, то есть, мужчина погружен сильно в свои дела, ему, как бы, говорить надо долго, много раз, чтобы его пробить. Вот эта вот возможность увидеть, услышать у него ограничена. И по-доброму, спокойно. Если вы детей воспитываете, сначала успокойтесь, сильно успокойтесь. Потом, когда вы уже значения для вас не имеете, двойка это или пятерка, спросите его, почему так вот, порассуждайте с ним на эту тему. Он тогда сам примет судьбу. Ребенку очень трудно принять, что он двойку получил. Он говорит, я не виноват, эта училка виновата. Сначала просто не принимает судьбу. А вы спрашиваете, а в чем она виновата? Почему она тебе поставила двойку? И так далее. Постепенно по-доброму общайтесь, и он сам поймет, что произошло со временем. А если он поймет, начнет исправляться. Видите, человек может по-доброму общаться, когда? И делать всех разумными вокруг себя, когда он может? Вы говорите, у меня муж дурак дураком. Означает, слишком эмоциональное общение. То есть вы не можете с ним говорить по-доброму, вот он и дурак дураком. Или говорите, моя жена ничего не слышит вообще, что я бы не сказал. Значит, вы грубо с ней разговариваете. Ну, то есть, если человек судьбу не принимает, неправдивый его, если он неправдивый, не хочет жить праведно, правдиво, то тогда в результате какой результат? Человек, что с ним происходит? Что происходит с ним? Он грубо начинает со всеми разговаривать, общаться. Грубо. Или эмоционально. Результат какой? Нету разума в отношениях. Неразумная жизнь, неразумное существование. Вот какой результат. Итак, мы вчера говорили с вами, что правильно работать над своим характером, значит, работать как с ним, над ним? Как? Никак. Правильно работать над своим характером означает работать не над своим характером, а просто служить людям. Все. Запомнили? Когда это возможно? Служить людям, когда это возможно? Когда я наполненный. Я живу внутренней жизнью, у меня есть внутри счастье. Когда я принял свою судьбу. Когда я вошел в настоящее время. Не в будущем живу с заботами, не в прошлом отчаянием, а в настоящем. Так? С этого момента человек может что сделать? Отвлечься от себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Что значит дорога добра? Это отвлечься от себя. Запомнили? Таким образом, все хорошие черты характера у человека раскрываются, само собой, если он идет дорогой добра. Причем, они раскрываются не так, как мы хотим, а так, как они раскрываются. Допустим, у женщины что сначала раскроется? Женские черты характера хорошие. Доброта, нежность, простота, заботливость, отзывчивость, верность. Женские черты характера раскроются сначала у женщины первыми. Дальше у мужчины что первое раскроется? Храбрость, сила, мужество, отвага, выносливость, терпение, принятие, трезвость, спокойствие и так далее. Мужчины первыми раскроются. Дальше у мужчины, у женщины потом будут раскрываться мужские черты характера. У мужчины женские. Значает мудрец уже. Если мужчина стал очень нежным, значит он уже почти мудрец. Женщина стала очень смелой, решительной, значит уже мудрец и так далее. Но на фоне того, что она раскрыла себе сначала женские черты характера. Хотел бы с вами еще вот о чем поговорить. Смотрите, есть еще три ступени деградации характера. Есть три ступени развития характера. Сначала я принимаю себя, первая ступень. Вторая ступень развивается у женщины женское, у мужчины мужское. И третья ступень, это развивается у мужчины женское, у женщины мужское. Так, три ступени развития характера. Также есть три ступени деградации характера. Слушайте внимательно эти ступени. Сначала у женщины портится характер по-женски. Ну, то есть, если женщина обидчивая, это сильно плохо? Нет. Если женщина ранимая, это сильно плохо? Нет. Если мужчина гневливый, это сильно плохо? Нет. Если мужчина грубый, это сильно плохо? Нет. Ну то есть это нормально, потому что это первая стадия деградации, это нормально, она у всех есть, это в норме. Женщина плаксивая, обидчивая, чувствительная, ранимая, капризная, это нормально, потому что это женская, естественные женские недостатки, это нормально. Ничего тут особенного нет. Мужчина гневливый, упрямый, упертый, грубый, трудно понимающий, что происходит, это нормально, это естественные мужские недостатки. Ничего тут плохого нет. Теперь вторая стадия деградации. Вторая стадия деградации что значит? Это значит, женщина приобретает мужские недостатки, она становится грубой, упертой, злой, агрессивной, жестокой. Женщина становится. А мужчина становится каким? Плаксивым, слабым, обидчивым, несчастным, депрессивным, замученным. Мужчина становится таким. Теперь знайте правило номер один. Если женщина имеет естественные женские недостатки, она встретит человека с чем? Мужчину? С естественными мужскими недостатками. Ну то есть, если девушка обидчивая, какого она себе человека встретит? Грубого или гневливого? Понятна система? Женщина обидчивая, муж гневливый. Женщина чувствительная. Муж какой? Бесчувственный, туповатый. И она говорит, ты чурка, ничего не понимаешь. Является твоим отражением. Женщина чувствительная в мужском теле, какой становится? Бесчувственной. Женщина обидчивая в мужском теле, какой становится? Гневливой. Понятно, да? Вот что непонятно здесь? Все понятно? Теперь смотрите, вы думаете, что же мне за чудо такое досталось? На мужа смотрите. Это значит, что вы в себе не понимаете его отражение. Смотрю в себя, как в зеркало, в тебя, как в зеркало. То есть, это чудо является, ну, твоей копией. Вы скажете, неужели люди прямо вот абсолютно похожие, как бы, встречаются? Конечно, нет. Но, знаете, есть такие исследования психологов. Вот человек, допустим, в одном браке себя ведет определенным образом. Он попадает в другой брак и ведет себя уже совсем по-другому. Почему? Потому что он с другим человеком живет. Другими словами, мы, два сапога пара, мы становимся одинаковыми, понимаете? Одинаковыми становимся со всеми людьми. Вот вы, допустим, замуж вышли за одного, с ним будете одной. За другого вышли, с ним будете другой. Какой вы будете? Такой, какой ему положено по судьбе. Все. Ничего с этим не сделаешь. Теперь вторая степень деградации. Первая степень деградации у женщины – естественные. Женские недостатки у мужчин, естественно, мужские. Вторая степень деградации. Что происходит с человеком? Женщина какой становится? Мужикоподобной. То есть она начинает мужские недостатки проявлять. Мужчина каким становится? Вторая степень деградации. Он становится слабым, истеричным. Я не могу. Мужчина. Смотрите, теперь жить становится тяжелее вместе. Вот смотрите, если женщина плачет, капризничает. Для мужчины это даже как-то приятно. Вот мужчина смотрит, женщина плачет, капризничает. Иногда даже ему, он еще больше ее за это любит. Потому что это естественно, женщине недостатки. Но если женщина становится грубой и жестокой, то это уже неестественные вещи для женщины. И мужчина пугается просто, он пугается этого. Или, допустим, как вот можно испугать близкого человека? Вот, допустим, ты плачешь там нормально, но если ты говоришь, все, женщина, мужчина, чего, все. Ну то есть, когда она становится жестокой, это мужская уже черта характера. Мужчина пугается, женщине это страшно видеть. Теперь, как можно разочаровать свою жену? Мужчина не должен перед женой плакать. Допустим, женщина плачет перед мужем, классно. Муж доволен, он успокаивает ее, все классно. Теперь, мужик заплакал перед женой. Она в нем разочаровывается. Почему? Потому что это неестественно, это страшно. Как можно с таким человеком жить? Я не могу. Мужчина не может говорить, я не могу. Но есть еще, мои хорошие, третья степень деградации. Третья степень. В Европе я об этом не говорю. Как я в юности, я не мог понять, почему мужчина поет, губы красит. Был мальчиком и не мог понять. И женским голосом. Чего он с женским голосом-то? Зачем не знаю? Я женским голосом пою, зачем не знаю? Ага. Я сейчас объясню, зачем. Дело в том, что когда мужчина выходит на третью степень деградации, то он перестает воспринимать себя мужчиной. Вот в чем проблема. И это нарушение восприятия себя мужчиной бывает двух полюсов. Один полюс. Мужчина перестает себя воспринимать мужчиной и перестает любить женщин, любит мужчин. А второй полюс. Мужчина перестает себя воспринимать мужчиной и чувствует себя женщиной. Точно так же на третьей степени деградации женщина перестает воспринимать себя женщиной в двух полюсах Первый полюс, она перестает любить мужчин и любит женщин А второй полюс, она чувствует себя мужчиной, а не женщиной Это третья степень деградации, вырваться из нее очень сложно Люди, когда выходят на третью степень деградации, они думают, что они другие люди У них появляются мысли о том, что они не обычные люди, а другие, не как все И это правда Но это правда лишь наполовину, потому что они другие временно Я разок шел в Таиланде и смотрю, я тонкое тело вижу у людей, иду по дороге, смотрю Грубое тело женщины, тонкое тело мужчины Потом узнал, что это бизнес Таиландцы, они маленькие сами по себе, мужчины выше И мужчины делают из себя женщин, чтобы понравиться европейцам Очень много там таких трансместитов Но человек как бы это делает уже не случайно Это означает, что его нравственные основы очень глубоко зашли в тупик в жизни Это очень опасно Поэтому Есть, есть, у меня есть опыт даже Ко мне один подошел человек на лекции, сказал честно мне, сказал на консультации на личной Мне сказал, что я люблю мужчин Вот у него такой, такой полюс Он себя считает мужчиной, не женщиной, мужчиной себя считает Но он любит мужчин, он мне сказал Знаете, какой ответ был? Я ему сказал, ничего в этом страшного нет Потому что ни в чем ничего страшного нет Есть просто процесс познания в этом мире И процесс отсутствия знания, и все Ни в чем, что происходит с людьми, страшного нет Выход есть из всего, если ты это признаешь Знаете, почему человек не может поменять свою ориентацию? Потому что он думает, что из этого ничего не получится Он уверен, что выхода нет Потому что он никогда не шел тем путем, который дает выход Мужчина должен начать работать над собой просто Должен делать добрые дела по-мужски Выполнять свой долг перед дочицем Трудиться с радостью Начать работать над собой Мышцы качать, бегать там Закаляться Ну то есть вести здоровый мужской образ жизни Стать сильным человеком Выполнять свои обязанности Сначала надо перед обществом Стать мужчиной надо не в семье сначала, а в обществе И такой мужчина, он переходит на вторую стадию У него появляются естественные женские недостатки В мужском характере А потом они проходят эти естественные женские И остаются естественные мужские недостатки А потом и все недостатки проходят И от недостоинства только у него начинают развиваться Когда достоинств становится больше у человека, чем недостатков то такой человек называется благостным. Чуть-чуть больше достоин, чем недостатков. Уже все, человек благостный уже. А если у него вообще нет недостатков, он святым становится уже. Да? О, хороший вопрос. Давайте об этом поговорим. Я забыл совсем, это важная тема. Вот смотрите, как вы думаете, вот есть чистота разума и есть сила, да? Вот если у человека чистый разум, он может быть, вернее, сильный разум, он может быть очень грязным. Сильный разум может быть очень грязным. Когда сочетается огромная сила разума с огромной загрязненностью, то в человеке сочетается очень высокий социальный статус и очень деградированная жизнь. То есть сила разума дает человеку силу в обществе, статус. И грязь в разуме дает ему... дает ему неспособность жить правильно, несмотря на высокий статус. Такое возможно. То же самое, сильная чистота, огромная чистота в разуме. И нет никакой силы правильно. Тоже так же женщина влиятельной становится очень. Но не может жить правильно. Поддается влиянию других людей. Бывает, что у женщины сила разума преобладает, а у мужчины чистота. Тоже как бы это дает высокое положение в обществе, но не дает человеку развитие. Мужчина должен силу разума сначала развивать, потом чистоту. И так далее. Ну то есть другими словами, бывает материалистичный разум, сильный. Бывает духовный сильный разум. Когда у человека материалистичный, сильный разум, он может все понять с позиции логии, как, чего, хороший человек, плохой, он тоже может оценить. Он все может оценить, кроме себя. Он не может себя только понять, и все такой человек. А так он все, что в обществе происходит, он просекает. Он видит недостатки других, знает, кого на работу себе взять, кого не взять. Знает, как процесс организовать. Знает, как разбираться в политике. Во всем этом мире он во всем разбирается. Видит все насквозь, кроме себя. Это означает разум сильный, но оскверненный. Нет внутренней жизни. Сильное благочестие с прошлой жизни дает человеку богатство, власть, силу. Для чего? Потому что Бог ему дал миссию. Но он эту миссию не хочет понимать. Очень трудно, имея все, отказаться от этого всего. Ну не отказаться, а отвернуться, как бы. Понимаете, внутренняя жизнь означает, что отвернулся от всего в пользу. Самосовершенствование. Очень трудно человеку, имея все, еще и использовать это в служении Богу. Служить Богу легко, когда ничего нет. Я замечаю, что люди приходят нищими в духовную жизнь. В результате духовной жизни обретают какое-то положение в обществе. И в результате, как только чуть-чуть положение в обществе какое-то появилось, до свидания духовной жизни. Представляете, удивительно. Вот человек ничего не имеет, к Богу идет, чуть-чуть что-то заимел, до свидания, Бог. Поэтому, когда человек видит в старших в обществе, в сильных людях недостатки, критикует их за ошибки, которые они совершили, этот человек неразумен. Не критикуй того, на чьих плечах больше, чем на твоих в тысячу раз. Тебе хотя бы чуть-чуть вот туда добавить на плечи. Ты в десять раз хуже себя поведешь. Тебе испытания, там деньги, власть и слава, это испытания. Хорошо, давайте по-другому эту тему разберем. Три последовательные испытания у человека в процессе его развития самосовершенствования. Первое испытание называется огонь. Что такое огонь? Страдание. Страдание. Человек мучается сначала. Неразумный человек мучается. Страдает, ему плохо жить, тяжело. Нищета. Невозможность на работу устроиться. Невозможность выйти замуж. Невозможность родить детей. Невозможность то-се. Человек мучается, у него нет возможности в жизни. Он слаб. Сначала идет жар, горит человек. Страдает от огня грехов своих прошлых. Огонь. Начал духовной практикой заниматься. Ездил на фестиваль благости. Изменился в лучшую сторону. Следующее испытание какое? Вода. Что такое вода? Мани, мани, мани. Вода означает возможность, деньги, успех в жизни. Человек становится успешным, когда он развивается чуть-чуть. Как вы думаете, страдание или успех, что больше испытанием является? У меня есть один знакомый, лектор. Расскажу вам историю своего знакомого лектора. Не буду называть кто. Он был обычным человеком. Начал заниматься духовной практикой. Развивался хорошо духовно. Сильная личность. Сильно развивался духовно. Он попросил меня помочь ему лекции читать. Я ему помог. Начал хорошие лекции читать. Загордился собой до такой степени, что сейчас просто сверх звезда. Звезда пленительного счастья. Ну просто звездная болезнь такая, что мама-то не горюет просто. Когда ты смотришь на него, ты как бы маленький такой рядом с ним. Такой большой. Ну это, вот это испытание водой не прошел. Чуть-чуть возможности в жизни появились, и человек, все, у него, его расперло. Это неузнаваемость. Наказание. Чем выше залезешь, тем больше лететь. С вышки придется падать далеко, долго, сильно. Звездная болезнь, страшная вещь. Чуть-чуть развился человек, и все, как бы. Жадность фраера сгубила. Второе испытание – это вода. Тяжелее, когда все возможно в жизни. Все возможно. Вода означает средства. Они то есть, то нет, утекают все время, текут. Возможности в жизни повышаются, когда у человека становится больше благочестия. Даже элементарно просто человек. Вот, допустим, кто из вас работодатель? Поднимите руку. Кто работу людям дает? Вот специалистов навалом же, скажите. А вот хороших людей среди них вообще нет. И вот хотя бы одного хорошего человека среди специалистов найти, да все готов за него отдать. Это означает вода. Вот человек стал хорошим просто, то есть он из страдания вышел, стал нормальным просто, достойным человеком, нормальным стал, который может нормально работать, никому мозги не выносить. Так ради такого человека давайте мне на работу такого человека. Видите, как они востребованы, такие люди. Что они, думаете, сами этого не понимают? Понимают означает гордость сразу. Ну, то есть, другими словами, вода – тяжелое испытание. А есть еще одно испытание. Еще тяжелее. Ту-ду-ду, ту-ду. Слава или власть. Самое страшное испытание. Никто не выдержит почти. Всех косит. Трудно сохранить смирение. Спокойствие ума, силу духа трудно сохранить. Когда возможности безграничны в жизни у человека. Поэтому вы уж, мои хорошие, не сильно-то критикуете власть. Представьте, сейчас туда вас поставят, что с вами будет. Пора заканчивать, да? Я понял. Тема сложная. Ваши вопросы? А, еще хочу сказать вам. Еще. Смотрите. Два сочетания. Видите это сочетание? Два сочетания у людей. Сильно удивитесь. Сильно удивитесь. На фоне полной нищеты. Полной нищеты. Если вы видите, человек абсолютно счастлив и спокоен. Это чудо. А я видел еще большее. Я увидел нищего человека в Индии. голодного, прям, я вижу голод, чувство голода, вижу у человека. Я подхожу к нему и говорю, возьмите деньги, купите себе поесть. Он, как бы, монах, отрешенный человек. Он посмотрел на меня и говорит, мне не нужны деньги. Ступай себе, ступай. Я был в шоке. Индусы обычно тебе за эти деньги глотку перегрызут. Мне не нужны деньги. Вот это святость. На фоне нищеты полной, человек абсолютно удовлетворен. Ему ничего не надо. Это святость. Сила, огромная сила в человеке. И если человек, имея максимально высокий статус в обществе, при этом имеет сильное духовное развитие и очень большое смирение, это чудо. Вот эти два чуда запомнили? Верх совершенства человека. И веды говорят, что тот человек, который отказывается от всего и ничего не имеет, он стоит ниже того, кто все имеет, от всего отказывается. Запомните это. Когда святого царя человек видит, святой царь стоит выше мудреца. Почему? Потому что мудрецом быть легче. Легче быть спокойным, когда ничего не имеешь, чем спокойным, когда все имеешь. Запомните это. Этому не удивляйтесь, недостатком старших. Не удивляйтесь. Удивляйтесь тому, что вы не понимаете этого, как трудно быть старшим. Вот, допустим, если человек руководитель. Что им положено, что им позволено, что нет. Как вы думаете? Есть руководитель подчиненный. Руководителю позволено гневаться, но не позволено быть безответственным. А подчиненному позволено быть безответственным, но не позволено гневаться на старших. Поняли? Что позволено, что не позволено. Руководитель, если ответственность свою разрушает, он разрушает все. Подчиненный, если гневается, значит, полетел. Ему дарит весь мир в этом случае. Такому подчиненному, который гневается, дарит весь мир. Руководитель ему говорит, я дарю тебе весь мир. И он полетел, полетел, полетел. Ну ладно. Все сели прямо. У нас после лекции что есть для вас? Для вас. А могли больше приносить? Для вас бы тогда больше было. А так всего сколько тут? 12 женщин получат. Да? Когда тебя критикуют или хвалят, как не деградировать? Если ты неправильно развивался, невозможно. нужно иметь правильный запас. Вот смотрите, допустим, тебя хвалят, а ты знаешь точно, что ты имеешь все по милости старшего. Ты за счет его развивался. тогда ты никак не деградируешь. У тебя правильная опора. А если тебя критикуют, а ты понимаешь, что все недостатки, которые есть у тебя внутри, это не главное. Главное, это то, что ты делаешь в жизни. Главное это то, что ты делаешь в жизни. Какой, какая разница? Все равно продолжают делать правильные дела и все. Если ты правильной дорогой шел, ничего тебе не сломает. Теперь, если все, что ты делаешь, говорит, я сам это все сделал, я сам, тебе говорят, молодец, ты сам молодец, и ты сразу, все понесло. Или, допустим, ты грех какой-то совершил, и тебя начинают критиковать. А ты не хочешь себе признаться в этом. Сошел с праведного пути. Все. Откос. Я много раз такое видел. Я много раз видел, когда лектора, которые читают про семейную жизнь, бросают своих жен. Им говорят, ты грешник, не должен читать про лекции по семейной жизни. Им говорят, таким людям, хотя бы перестань читать на несколько лет, им говорят. Имей совесть. Он, значит, продолжает читать, не насмотря на что. Все. Был один человек, становится другим. Под откос. Ушел под откос. Почему? Не хочет делать добрые дела. Не хочет опираться на праведную жизнь. Опасная позиция. Селепрямо. Слушаем, слушаем. Слушание основы победы над судьбой. Отрываемся от слушания себя, своего сердца. Судьба действует через память о себе. Отключитесь от себя. Отрываемся отocyстами. Со С meinenтий Отславления.